я вот коренной житель житомира я родился вырос житомире окончил школу военное училище и так далее и тому подобное живую вернулся я в житомир то есть я мог остаться в казахстане в россии еще где-то но я вернулся в город я его люблю житомир и в житомире ну скажу так что все же знают сейчас основная тенденция в житомире это выдаботок бурштину у нас все занимаются бурштином народные депутаты прокуроры ну все все люди начиная от мал до велика копают в олевском районе бурштин вот ну а я-то считаю что и это идет непонятно как это идет в общем все это знают на центральном телевидении проходит перестрелки дележ то есть вот такое ну я считаю что это можно было давным-давно каким-то решить если государство не было безразлично и пополнение казной а пополнение казны это понятно это соц выплаты это различные значит и ремонт дорог и школы и так далее и тому подобное то государство уже давным-давно за два года когда добывается на волевском и в оврском районе бурштин можно было выработать вполне какие-то законодательные акты которые бы прекратили бы это на законодательном и продавали бы этот бурштин законным способом артели не артели нашлись и нашли все люди которые вложили нашлись и нашлись люди которые бы вложили бы деньги и естественно имели бы и государство имела зыск говорится с этого да конечно дороге желают лучшего особенно дорога вот на винницу дорога житомир бердичи в общем но у нас я скажу что у нас вот мэры городов что и бердичева и корыстыня и коростышева мэры там крупные хозяйственники которые уже не один свой срок там по четыре раза уже и москаленко и другие мэры городов то есть там они как-то так держат в это держат хозяйство тоже любой город это не только парадные выходы с лонг-зунгами демонстрациями велопробежки это и очень серьезный коммунальное хозяйство этой сети но может так сказать у нас в житомире вот например мер мер сергея сухомлин он сложил свои полномочия главы областной партии блок петра порошенко потому что он сказал что да у меня есть проблемы с я считаю что сделал правильно потому что не может быть там допустим заниматься и партийным строительством мэр и хозяйственный вопрос я считаю что он сделал правильно сложил передал другому человеку который будет заниматься партийной деятельностью строительства потому что мэр но это рабочая лошадка и мы видим даже при всем том что мэр садовом ни в коем случае этим людям что произошло так сказать большая трагедия на вы знаете подо львовом на создать этом полигоне вот но не может мэр и я считаю тоже мэр должен быть хозяйственник в первую очередь он должен знать и как раньше было что еще когда-то помню что у нас был член цико кавун василий михалычных он с утра но это за царя гороха было но он с утра обижал все значит знал он любого там сказать проблемы города где какой люк так вот с этого должно я считаю начинаться рабочий день мэра он должен сам это видеть воочию и должен заниматься коммунальными услугами везде за счет чего за счет малых городах почему потому что не хватает денег а не хватает денег почему потому что не работает производство в житомире было очень много производства и электроизмеритель и другие там и много было производства лена комбинат огромный был у нас был мебельный комбинат построили торговый центр это все было бюджет образующие органы бюджет образующие отрасли, которые давали бюджет, и люди как-то это самое. В Житомир много людей работает в Киеве, потому что трасса, слава богу, хорошая, и там ехать до Житомира, до Киева час десять там на машине, и многие работают. Ну, более-менее началось там жилищное строительство, но покупательная способность очень низкая, и начали строить и фирма-фаворит, и ряд других фирм начали строить. Жилье, но жилье, так сказать, не соответствует ценовой политике, просто людей нет денег, чтобы купить это жилье, поэтому это, так сказать, проблема. И проблема в том, что хочется, чтобы все-таки жилось комфортно, развивался и тот же, как говорится, и спортивный сектор, чем мы там пытаемся заниматься в Житомире, и строились площадки, и дети, как говорится, были в хороших школах, учились. Но это все занимается. Вот, допустим, у нас в Житомире недавно в третьей школе там рухнула одна опорная стена. Ну, быстро решается, но сейчас такое время, что быстро решается все, когда есть деньги и нормальные исполнители. Если денег нету, нету нормальных исполнителей, то на любом уровне оно не решается. Продолжение следует...